добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый и наша рубрика доктор баня по белому мы говорим о бане о режимах бани как создавать их и вопрос как раз соответствующий как создать паровой пирог люди интересуются потому что не совсем понимают что такое паровой пирог ну паровой пирог это вы знаете но термин который был выстроен из коммерческих таких направленностей потому что как такового пирога то вообще-то и нет просто есть в бане там где нет вентиляции резкое распределение по температуре где у вас не двигается совершенно воздух и соответственно каждая новая порция пара подымается высокими температурами застывает вверху потому что остывать она не может двигаться она тоже не может и вот это создает это называют паровой пирогом как бы этот паровой пирог помогает парить ну создать этот паровой пирог это вот я вам же сказал уберите вентиляции конструкцию колпака такого просто колпака и у вас ну соответственно печь должна давать папа пар и неважно какой тяжелый легкий просто должна давать пар и вот вот этот вот пар он зависает кондиции эти называют паровые там русские банные но по-настоящему по-настоящему паровой пирог это чисто условно не не совершенно не отражающая действительность это вот людям так хочется называть самое простое вы хотите создать вы должны понимать какие режимы должны быть в бане и какие кондиции вы должны создавать создание кондиции связано с к определенным влажностью которую вы нагнетаете влажность может создаваться на всем периоде парения это как такая фоновая влажность и плюс поддачей или же человек вот просто у нет идет прогрев а потом поддачами он создает такую скачкообразную в единицу времени вот это влажность и к кондицию парового парения парение паром тавтология конечно но тем не менее мы бане паримся мы должны как бы купаться в пару но этот пар не должен висеть над нами как за завершиваться пар должен двигаться зависимости от того как у вас находится печь полок и он должен двигаться над полком и опускаться за полком почему вентиляция ниже полка делается для того чтобы он должен к когда он начинает уже конденсироваться оседать он уходит туда и новая порция его выталкивает и поэтому пар нужно периодически поддавать поддавать по своим ощущениям нет создать там что-то и вот стремиться создать не надо вы создаете температуру ну вот я захожу 40 градусов многим это считается ужасом как это при 40 градусов можно париться и когда начинаю поддавать парогенератор у меня температура повышается до 50 и влажность тоже поднимается больше до этого она там может быть 30 40 процентов и она поднимается где-то 6 60 процентов вот 50 градусов 60 процентов это хорошо хорошая паровая кондиция которая позволяет вам полноценно париться и я никогда не задумываюсь об этом паровом пироге потому что паровой пирог вот присутствует висит пар вот это смог висит к сверху слегка сконденсированного пара который медленно так движется и оседает медленно это как раз говорит о том что у вас нет вентиляции в бане что такое отсутствие вентиляции если там кому-то нравится в своей вентиляции без вентиляции это ладно но самое главное что у вас нет возможность нормально дышать если нет вентиляции поэтому первую очередь подумайте именно об этом что вам нужно дышать бане вам нужны к кондиции которые бы помогали вам париться они создания пирога за их сказка на который вы будете лежа на полке любоваться и ждать когда он же на вас осядет нет мы в бане чаще паримся активно пассивное парение возможно если у вас есть протяжка это пассивное парень пассивный прогрев возможен но самое полезное самое правильное парение это все-таки активное с венечком ну если у кого-то нет венечка можно ручничком этом полотенце как кому как нравится у нас на кубани полотенце называется ручников поэтому как вы будете к этому относиться это ваше дело понимаете самое главное чтобы вы себе не вредили почему мы говорим делаете вентиляцию тогда у вас не будет парового пирога у вас будет нормальные кондиции в бане которых легко париться приятно париться и вы никогда не будете себя чувствовать в бане напряженно за головной болью у вас все будет хорошо пока у меня все всем доброго